Раскуроченные двери, разрушенный прилавок, опустевшие полки. Париж приходит в себя. В этот магазин ворвались, судя по всему, через разбитое и разломанное окно. И разбивали его, видимо, вот этими булыжниками и кусками асфальта, которые по-прежнему остались здесь. В этом магазине продавалось дорогостоящее оборудование для гольфа. Сейчас вот вторая половина рабочего понедельника. Магазин по-прежнему закрыт, владельцы делают инвентаризацию, чтобы понять, что было украдено, а что нет, и подсчитывают убытки. Они забрали одежду, мячи и клюшки для гольфа, и затем они начали пользоваться этими клюшками, чтобы бить окна по всему Парижу. Они пришли сюда, чтобы украсть их и разбивать окна по всему пути. Вот эти кадры. Окна в магазине разносят клюшками, украденными из него же. Рядом агентство недвижимости, у которого мы работали в день погромов. Вот наши кадры, снятые в субботу. Вот что происходит с теми редкими витринами, которые не были закрыты ни деревянными, ни железными щитами. Вот камнем разбили, но пока внутрь никто не находит. Это то самое агентство недвижимости. Вот так сейчас выглядит эта дверь. Сюда вставили фанеру. На табличке написано «Открытый». Надо сказать, что люди внутри продолжают работать. Тьерри Коуэн показывает кадры, как разрушали его офис. Они вырвались, все ломали. 20-30 человек вырывали провода телефона, интернета, все разрушали, срывали картины со стен. Они были в ярости, готовы были убивать. Методы разрушения всего на своем пути большинство протестующих на самом деле не поддерживает. Вот кадры, на которых один из жилетов, так называют себя демонстранты, поднимает деревянный щит, который сорвал кто-то из молодчиков. Я в желтом жилете, но я здесь не для того, чтобы что-то ломать. Сегодня в Париже произошли новые стычки. Старшеклассники пытались заблокировать доступ к школе в 9 округе. Полиция отреагировала моментально. Задержанных поставили лицом к стене, на руки надели наручники. Демонстрации студентов называют вторым фронтом протестующих. Впрочем, их волна протестов началась даже раньше, еще весной, когда правительство объявило о решении ужесточить экзамены для абитуриентов. Сейчас они выходят еще раз и с новой силой. В том числе против роста стоимости образования для иностранных студентов. Другую группу протестующих, желтые жилеты, называют протестом обедневших. Десятилетиями во Франции люди привыкали к высокому качеству жизни. Но когда после всех выплат и удержаний, один только съем жилья доходит до 1000 евро, у людей на руках стало оставаться несколько сотен евро, терпение лопнуло. Правительство страны решило не поднимать очередной налог на топливо в течение 2019 года. Но по подсчетам экономистов, только полгода моратория обойдется казне в 2 миллиарда евро. В ближайшие часы президент Макрон выступит с телеобращением к гражданам в связи с последними протестами. Впрочем, по словам представителей профсоюзов и политических партий, с которыми он сегодня встречался, никаких конкретных решений он не озвучил. Как отреагируют на выступления протестующие, которые еще в субботу подготовили для Макрона бутафорскую гильотину, пока вопрос.